Вот вы следите за координированием, и вы также следите за тем, чтобы не росли цены, не менялась ценовая характеристика спортивных объектов. Многие объекты подорожали. Вот, например, по тайне говорили, что когда он рассчитывал, он рассчитывал 250-350 миллионов. Сегодня это уже два миллиарда с лишним, только Роза Хутор. Другие объекты тоже вышли за пределы? Не было этого вопроса. Не будем отвечать. Неакцептовано. Конечно, ну, без что, я же давно объясняла, что у меня акцептованные ответы. С какими проблемами надо приходится сталкиваться? Вот под этим вопросом я сейчас... Какие проблемы? Это был вопрос. Вопрос этот, да, был. Проект масштабный, соответственно, он не может быть без проблем. Вот. Но все достаточно проблемы, их большой ряд, ну, в любой стройке это большой ряд проблем. Перечислять? Да, если можно. Хотя бы несколько. Ну что, вот взаимодействие между ответственными исполнителями, у которых пересекаются виды работ, да, такой вот, вроде как мелкий, но достаточно проблематичный. От того, что разные ответственные исполнители, кто-то строит туристический объект, кто-то строит к нему инженерную инфраструктуру, да, состыковка графиков их работ, да. От того, что есть небольшие пробелы, да, в части законодательства, которые мы тоже решаем как Минрегион, да. И, может быть, в дальнейшем это будет использовано в целом по России. Вот. Огромное количество, собственно говоря, проблем. И есть и разногласия. Основная часть решается на уровне министерства. Вот. Но если существуют неразрешимые разногласия, то, собственно говоря, мы их выносим и решаем в правительстве. Какие разногласия? Ну, например, хоть одно разногласие, которое было? Вы же сотрудничаете со своим строем? Да, естественно. Ну, конечно, это же наш, хотел сказать, подопытный кролик. Это тоже вырежьте. Ну, разногласия, вознаграждения.